И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, «Придут дни, которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». И спросили его, «Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?» Тогда сказал им, «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него. И кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горы же беременным и питающим сосами в те дни. Ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». В сегодняшнем евангельском сечении Господь Иисус Христос в беседе со своими учениками раскрывает нам признаки своего второго пришествия. Так, во время последнего прихода Господа в Иерусалим, когда ученики стали показывать Христу здание Иерусалимского храма и говорить о Его величии, Спаситель ответил, «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». Мы знаем, что данное пророчество Христа исполнилось менее чем через 50 лет после того, как Господь поведал о Нем своим ученикам. Но сразу же после столь плачевной участи Иерусалимского храма, Христос переходит к возвещению признаков своего возвращения на землю, которое произойдет гораздо позже, чем разрушение храма и всего святого города. Впрочем, слова о разрушении Иерусалима и глобальном конце света настолько тесно переплетены в повествовании Христа, что многие толкователи воспринимают образы первого, то есть разрушения Иерусалима, как прообразы второго, то есть конца света. Итак, первым и самым главным признаком приближения своего второго пришествия и, следовательно, конца света Господь называет исчезновение между людьми любви и умножение ненависти и злобы. В последние дни восстанет народ на народ и царство на царство. Каждый организм, приближаясь к концу своего существования, становится немощным, начинает болеть и в итоге распадается. Подобное произойдет и с человечеством, которое схоже с огромным организмом и в котором каждый человек – это та или иная клеточка или орган. К концу мира связь между этими клеточками ослаблет настолько, что каждая из них будет воспринимать другую клеточку как враждебную себе. Именно это и станет причиной умножения войн и общественных нестроений. Но кроме войн мир постигнет и множество природных трагедий. Преподобный Иустин Чилийский на вопрос, почему в конце истории будет такое множество природных происшествий, замечает, что человек, отвергший Бога, становится причиной возникновения в мире катаклизмов. Еще одним немаловажным признаком второго пришествия Господа Иисуса Христа является мерзость запустения. Что такое мерзость запустения? Многие толковатие воспринимали это понятие по-разному. Одни в приведенных словах видели буквальный смысл и соотносили наступление мерзости запустения с тем вопиющим событием, когда император Тит внес свою статую в Иерусалимский храм, чем, собственно, и осквернил его. Другие под мерзостью запустения видят события более позднего времени, а именно осквернение уже христианских храмов еретиками, раскольниками и прочими богоступниками. Третьи же понимают слова мерзость запустения в сугубо аллегорическом смысле. Так, например, преподобный Максим Исповедник полагает, что мерзость запустения – это прежде всего нечистые помыслы, возникающие в разуме человека и увлекающие его с пути спасения. При этом преподобный считает, что в последние времена количество таких искушений несоизмеримо умножится, а значит и людей, искренне преданных Богу, будет становиться все меньше и меньше. Читая сегодняшний Евангелие, мы должны стараться не дать мерзости запустения проникнуть в наши умы и наши души. По словам святых отцов, человеческая душа – это тот нерукотворный храм, в котором желает обитать сам Бог. Но Бог, уважая свободу человека, не может самовольно войти в этот храм. Он всегда ждет приглашения со стороны человека. И дай Бог, чтобы мы своей жизнью не отвергли Бога, но дали Ему возможность войти в наши души. Ведь только в таком случае мы сможем достичь того желанного царства, которое Бог обещает в конце времен всем тем, кто любит Его и готов исполнять Его заповедь. Субтитры создавал DimaTorzok